Сделать свой выбор, проголосовать за кандидатов, которые будут представлять партию «Единая Россия» на выборах в Госдуму и Мособулдуму, щелковцы спешили с самого утра. Участник пяти войн Петр Кузьмич Шлахаев одним из первых проголосовал на счетном участке в школе номер 11 имени Титова микрорайона Чкаловский. Почетному ветерану 94 года Петр Кузьмич решил пройти процедуру голосования в очном формате. Единое голосование и то, что сегодня не только это для меня, это для всего народа те, которые любят, уважают наше многонациональное государство, которое сейчас является в мире самым миролюбивым, демократическим и самым сильнейшим военно-отношением всего мира. Сюда, в 11-й школу, я с удовольствием даже приехал, понравился мне от души. В этом году отдать голос за кандидата можно было на сайте pg.er.ru. Старт-онлайн-голосованию был дан 24 мая. Оно продолжалось всю неделю, а уже воскресный день те, кто изъявил желание проголосовать очно, смогли это сделать на счетных участках. Принял участие в предварительном голосовании депутат Мособулдумы Владимир Шапкин. Я решил, что приду проголосую очно, заодно посмотреть ту обстановку, которая здесь на участке. Здесь участок мой, здесь я зарегистрирован, поэтому все организовано, как и на обычных выборах. Владимир Шапкин проголосовал в Монинском доме офицеров. Работу участка в день очного голосования проверил руководитель Московского областного регионального отделения Молодой гвардии «Единой России» Александр Толмачев. У нас в течение всей недели проходило онлайн-голосование, сегодня очное. И по приглашению организаторов я приехал для того, чтобы пообщаться, как проходит. Есть какие-то проблемы, может чем-то необходимо помочь. Но, как известно, все проходит без нарушений, наблюдателя присутствует. Голосование рейтинговое, потому что иногда смотришь в бюллетене, ходишь за несколько людей проголосовать. Но на обычных выборах это нельзя сделать, а здесь это можно. В предварительном голосовании можно было поддержать сразу несколько кандидатов, поставив галочку возле имени в бланке. Сегодня все, кто не проголосовал электронно, могут сделать это вживую. Пришел на свой избирательный участок, отдал голос, чтобы определить достойных кандидатов в Московскую областную думу и в Государственную думу. Мы не должны ругать власть, мы должны выбирать именно достойных кандидатов, в которых будем сами уверены. Всего же в городском округе работало 25 участковых счетных комиссий. Учатки были открыты как в Щелкове, так и в отдаленных от города населенных пунктах. Предварительное голосование началось ровно в 8 часов утра в штатном режиме, продолжилось в течение дня и завершилось ровно в 20.00. Анна Балиет, Мария Буржинская, Михаил Налетов, Сергей Василевский, Сергей Максимов, Александр Оржевский. Щелковское телевидение.